Иногда кажется, такие обстоятельства Он был один человек, который просто долго лежал на больничной койке Он говорит, таких отношений с Богом у меня, наверное, никогда не было Он сначала так расстроился, что с работы уволят Что выпал из колеи, были большие планы И так бывает Сначала он долго лежал в больнице, потом дома Но когда он понял, что не стоит терять время Он начал больше и больше углубляться в Библию Больше и больше изучать священные писания Больше и больше молиться Он понял в какой-то момент, что вот это время Самое благодатное время в его жизни Самое лучшее время, когда он встретился по-настоящему с Господом На больничной койке, будучи немощен Но его дух просто возрадовался Потому что он пережил Господа И знаете, мы учимся принимать от Бога все с благодарностью Верующему все, Бог говорит, содействует ко благу Каждый шаг, каждый миг, каждый момент Даже, казалось бы, какие-то не очень хорошие периоды жизни И так Мы перейдем к проповеди Перейдем к проповеди Не так давно мы тоже общались с одними людьми И у нас возник своего рода спор Когда идет формирование человека, личности, внутреннего я И та сторона оппонентов, как-то все в унисон, в голос сказали Что до совершеннолетия примерно все формируется Формируется тело, формируется что-то внутри Формируется личность Я был не согласен Говорю, каждый день ты немножко меняешься Каждая встреча тебя меняет И когда я искал подтверждение потом в Библии Действительно, я нашел И мы об этом будем говорить Будем говорить Даже маленький пример Помню, в школе мы дружили с одним мальчиком И в какой-то момент он говорит Глядя на тебя, я перестал мусорить, если ты заметил Кидать обертки Потому что ты всегда возьмешь все И дойдешь до урны и кинешь А раньше же все по-простому Так, где стоишь там? Он говорит, я смотрю, и мне как-то нехорошо стало И я тоже принял для себя решение так поступать Я думаю, ну конечно, невелика моя заслуга Но мир сделал чуть-чуть чище Думаю, так здорово И на самом деле, любые поступки, любые встречи Тех, кто тебя окружают Прямо или косвенно влияют на нас Любой даже разговор Любой разговор И основное местописание, какое мы сегодня разберем Это первое послание апостола Петра Коринфянам 15 глава, 33 стих Где Павел пишет Не обманывайтесь Худые сообщества развращают добрые нравы Или в современном переводе Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми Дурная компания портит самые лучшие нравы Бог здесь как-то с отцовской заботой Говорит, вы не вляпайтесь только в дурное сообщество Потому что будете развращены А помню, в детстве Мама всегда боялась только одного в моей жизни Чтобы я не связался с плохой компанией И когда приходили ребята ко мне Или я с кем-то общался И мы встречались на улице с ней Она всегда так внимательно смотрела на моих друзей И практически всегда одобрительно кивала головой Ну, хорошо, хорошие ребята у тебя, Дима И теперь, будучи сам отцом Я прекрасно ее понимаю Я очень хочу, чтобы мои дети общались с хорошими ребятами И всегда так смотрю внимательно Точно так же И сейчас вспоминаю, прокручиваю Как это было поколение раньше И на самом деле Павел точно так же Точнее, Бог Переживает за нас И говорит это устами Павла Вначале стоит Не обманывайтесь Причем это не первый раз Встречается это слово Апостол Павел чуть раньше предупреждает Или не знаете, что неправедные Это 6 глава 9 стих 1 Коринфянам Или не знаете, что неправедные Царствия Божьего не наследуют Не обманывайтесь Ни блудники Ни идолослужители Ни прелюбодеи Ни малаки Ни мужеложники Ни воры Ни лихаимцы Ни пьяницы Ни злоречивые Ни хищники Царствия Божьего не наследуют Он говорит Обращаясь к Коринфянам Многие из вас думают Что они прямиком Попадают в Царствие Божье Что они такие Праведные Святые Но есть какие-то Небольшие недочеты В их жизни Маленькие слабости Как они Оправдывают порой себя Но Павел говорит Это никакие не слабости Это конкретный грех Из-за которого Царствие Божьего Ты не войдешь Потому что у тебя То, другое, третье Он перечисляет все Что у них было Он говорит Не вводите Сами себя В заблуждение Мы как раз Позавчера С одним братом Видели картину Как Эвакуатор Увозит машину Знаете, такая Неприятная для водителей Ситуация Когда ты выходишь А машины нет Не знаешь куда Деваться куда И этот брат говорит Вот Что Павел говорил Про этих людей Это лихаимцы Но я говорю Может быть Это не они А еще есть люди Которые там стоят И предлагают Водителям Решить все их проблемы За определенную сумму денег Иными словами Наживаясь На каком-то Несчастье Других людей Ну в общем Такие люди В любом случае Царствие Божьего Не наследуют И поэтому Павел четко говорит Может быть Ты ходишь в церковь Может быть Ты считаешь себя Праведником Разберись Со своими грехами И не обманывайся Самое худшее Когда тебя обманывают А еще хуже Когда ты сам себя обманываешь Вводишь В заблуждение Ибо написано Ибо мудрость мира сего Есть безумие перед Богом Как написано Уловляет Мудрых В лукавстве их Это 1 Коринфянам 3.18-19 Господь знает Умствование Мудрецов Что они Суетны И так Никто не хвались Человеками Ибо все Ваше Павел ли Аполос ли Кифа Или мир Или жизнь Или смерть Или настоящее Или будущее Все ваше Вы же Христовы А Христос Божий Божий Павел проповедует В центре Каринфа Это Место Где Философы Развернули Свои речи Упражняются Друг с другом Павел говорит Оставьте Эту Философию Сложную И примите Простое Евангелие Конечно Вы Может быть Потеряете Статус Мудрых Людей Но приобретете Статус Мудрости У Бога Примите Простое Евангелие И В нашем Случае Павел Предупреждает Если вы Начнете Общаться С плохими Людьми То они Испортят Вас И вы Тоже Станете Плохими Точно так же Как не Приостановить Процесс Гниения Не знаю Братья Может быть Выбирали Когда-то Доски Или брус На рынке И если Вы видите Червоточину Там Внутри Где-то То Понимаете Что Этот процесс Не остановить Он так и будет Происходить И Такие Стройматериалы Не покупают Точно так же Как и машины Когда смотрят Смотрят Вроде Одна точка Маленькая Или две Или три Ржавчинки На кузове Это же не страшно Точки Какие-то Почему-то Такие машины Не берут Сразу Разворачиваются И уходят Почему Потому что Ты понимаешь Что этот процесс Который начался Уже не остановить И через какое-то Время Вся машина Превратится В кучу Ржавого Железа Нет Такая машина Нам не нужна Нам нужна Не ржавая Этот процесс Разложения Невозможно Остановить И точно Так же Есть один Пример Сейчас мы с вами Проведем Маленький Эксперимент До Конца Проповеди У нас есть Немножко Времени Это наши Ингредиенты Я вижу Тут много Хозяек И когда вы Дома Солите Огурцы Кто-то солит Или сейчас Покупаете Только Глобус Болгарский Вот молодцы Очень тоже Люблю Домашние Не знаю В каком Порядке Но обычно Насыпается Соль Пряности Перец Какой-то Травы Так вот Неправильно Ну простите И берется Основной Ингредиент Это Огурцы Или Помидорчики Современные Пластмассовые Огурцы Какие-то Они Все Стандартные Они даже Не влазят Вот так Сделаем Вот такой Процесс И если Огурец Например Будет Так Пыжиться И говорить Меня это Не коснется Я не буду Засаливаться Нет Даже не думайте А вы еще Закрыли Крышки Закатали Переворачивать Надо Нет Я забыл И поставили В темное Место И сколько Бы этот Огурец Не Сопротивлялся Он же Не сможет Противостоять Этой Соли Этим Процессам Которые Идут Почему Потому что Вокруг Него Такая Атмосфера Которая Влияет На него Постепенно Шаг за Шагом Минута За минутой Год За годом И Потом Достанешь Его В конце Достанем Будем Кушать Он Будет Соленый Или Малосольный Единственное Единственный Способ Этого Избежать Это Не попадать В эту Среду Так ведь Помните Когда Иосиф Который Служил У Патифара И На него Положила Глаз Жена Патифара И Стала Домогаться До него Что он Сделал Он Убежал Это Единственное Правильное Решение Можно Сказать Нет Я буду Тебе Библию Читать Противостоять Или что-то Еще Но он Понимал Нет Так Нельзя Что надо Просто Развернуться И Убежать Точно Так же Бог Когда Посмотрел На Содом На Гамору Послал Ангелов К Лоту Он Говорит Тебе Нужно Уйти От этого Места Потому что Та закваска Которая Присутствует Здесь Та атмосфера Она Скоро Пропитает Тебя И ты Будешь Точно Таким Же Как Эти Люди Эти Страшные Греховные Люди Единственный Шанс Единственный Момент Который Тебя Спасет Развернуться И Удрать Уйти Перейти В другое Место Иногда Мы Когда читаем Ветхий Завет Думаем Как-то Бог Жестоко Порой Поступает Были Такие Мысли Как так Уничтожить Соседние Народы Уничтожить Идолов Но Бог Понимает Что Нужно Оберегать Свой Народ Если Что-то Останется Если Пройдет Смешение С этим Народом В одной Точке В другой В третий То потом От израильского Божьего Народа Ничего Не останется Святого Он будет Точно Таким Не говорит Что Потом Добавляет Не переживайте Добрые Сообщества Поправят Добрые Нравы Он ведь Не говорит Потому что Потому что Приведу Один Пример Не так Давно Я решил В огороде Скопать Грядку Раз У нас Пошла Такая Агрономическая Тема Те Кто Видели Это Долго Смеялись Но Я Первый Раз Это Делал Купил Семена Рукколы Укропа Пекруш Петрушки Моркови Чего-то Всего Понемножку Скопал Такой метр На три Наверное Полоску И все Туда Посадил Такими Полосками Думаю Все Вырастет Не удалось Часто Ездить Приехал В следующий Раз Только Через Три С Половиной Недели Какую же Картину Я увидел А картину Увидел Такую Огород И там Уже Нет сорняков Нет Крапивы Нет Каких-то Репейников Рядами Прямо Сколько Хватает Глаз Руккола Колосится Укроп За ней Морковка Идет Там Еще Региска Верите? Да Было Не так Почему Почему Все Происходит По-другому Доброе Надо Прикладывать Усилия Надо Стараться Надо Что-то Вырывать Выбрасывать Не щадить Оно Само Само Растет Конечно Была Такая Картина Что Я Не Нашел То Место Где Где Это Все Посадил Искал Искал Только Куда-то Наступил И по Запаху Какой-то Травы Пряной Чеснока Лука Понял Здесь Что-то Похоже Росло Здесь Что-то Росло И Даже Пословица Такая Русская Есть С кем Поведешься Поэтому Думай С кем Вестись Давайте Откроем Евангелие От Марка Шестую Главу Семнадцатый Стих Шестая Глава Семнадцатый Стих Где Написано Ирод Посла Взял Иоанна И заключил Его в темницу За Иродиаду Жену Филиппа Брата Своего Потому что Женился На ней Ибо Иоанн Говорил Ироду Не Должна Тебе Иметь Жену Брата Твоего Иродиада Желала Убить Его Но Не Могла Ибо Ирод Боялся Иоанна Смотрите Вот это Ключевые Слова Которые Я хочу Передать Вам Ирод Боялся Иоанна Зная Что он Муж Праведный И Святой И берег Его Многое Делал Много Много Всего Делал Слушаясь Его И с удовольствием Слушал Его Смотрите Какие отношения Были Он Берег Его Он Слушал Он Уважительно Относился К Его Словам Иоанн Что не Скажет Ирод Ирод Исполнит Иродиада Говорит Пойдем Куда Нибудь Погуляем В сады Ирод Говорит Нет Нет Мне Некогда И уходит К Иоанну Слушает Его И чувствует Какая Мудрость Наполняет Его Уста И Когда Настал Удобный День Ирод По случаю Дня Рождения Делал Пир Дочь Радиады Вошла Плясала И угодила Ироду И возлежавших С ним И царь Сказал Девице Проси Что хочешь И клялся Все Что Не пожелаешь Вплоть До Половины Царства Она Вышла Спросила У матери Совета Та Отвечала Пусть Отрубят Голову Иоанну Крестителя И принесут На блюде И тотчас Пошла С поспешностью К царю И просила Царь Опечалился Царь Опечалился Но ради Клятвы И возлежавших С ним Это вторые слова Которые мы говорим Смотрите Он там царь Самый главный Человек Когда он вошел На пир Все уже сидели Ждали Перед накрытым Столом Никто не ел Не брал блюда Не ломал хлеб Не общался особо Он вошел Все встали Поклонились Ему уважительно Он сел Все тогда сели Он взял Какую-то Еду Им принесли И все начали Кушать То есть он был Там самым главным Он был царем Но внутри Внутри У него жил Ради тех Кто вокруг Ради людского мнения Ради чужого мнения Он пошел Он опечалился Написано Он Убился горем Но ради тех Кто был вроде с ним Ради этих сослуживцев Ради тех Кто Плел интриги За его спиной Он Отрубил Иоанну голову Кого любил Кого слушал Кого уважал К сожалению Часто Те кто окружает нас Они имеют Влияние Помимо нас Бог говорит Противься этому Ты сможешь Выстоять Тебе нужно Принять какое-то решение Может быть уйти Когда я был маленьким Помню Учился в классе Втором-третьем У меня есть старший брат Мы жили в одной комнате Он учился уже в классе Второй-третий Не в четвертом я Например Он в десятом Вот так В такое время было Он слушал музыку тяжелую Такую знаете Ну вот так Все там Мне это не нравилось Я приходил Мне надо делать уроки Я говорю Давай выключи Ну Что скажет Четвероклассник Десятикласснику Ничего не скажет Подзатыльник Быстро получит Все Я подушками Закрывал голову Думал Как можно такое слушать Это просто кошмар Когда приходили ко мне друзья Они не могли позвонить Они ждали конца песен Когда песня закончилась Только тогда быстро они звонили Потому что Следующий уже Ну невозможно Все Там хоть с улицы кричи Хоть взрыв какой-то делай И целыми днями Это продолжалось Колонки были большие Усилитель был мощный Звук шел Тоже мощный Соседи уже устали ругаться Уже Тоже наверное в подушках Проводили время В мягких И через какое-то время Приходит Мой старший брат домой И ушам не верит Музыка на полную И я сижу Мне так нравится День за днем День за днем Вот это было Продолжалось Продолжалось И возымело Свое действие Я как вот этот огурец Мне это понравилось Был Был такой период И Трудно конечно Противостоять тому Что вокруг Если день за днем Капля за каплей Шаг за шагом Как-то помню Ехал на собрание Тоже в машине И Мне надо было Там то ли молиться За нужды Но что-то Я не должен был Опаздывать Но я чувствовал Что опаздываю Потому что была пробка Такая атмосфера Напряженная Как бывает Перед Новым годом Знаете Накаляется атмосфера Кто-то неправильно повернул Всех перегородил Уже там Двери пооткрывали Ему кричат Все что о нем думает Он что-то огрызается В ответ И я так же попал Под это А потом Как-то где-то внутри меня Бог проговорил Подожди Подожди Ты не на собрание ли едешь? Ты не Меня ли славить едешь Успокойся Я так Надо успокоиться Сел Начал молиться И мне так стало хорошо Что Картина вокруг Это как Как будто это не я Или как будто я спустился Под водой Знаете Там тишина такая Там Вот что ни говори Вокруг Ты ничего не слышишь У тебя стена Так хорошо И как-то это все Быстро рассосалось И уже Коридор такой образовался Что мне надо ехать А мне не хочется ехать Мне не хочется ехать Потому что Мне классно Просто классно Я думаю Как можно было Под это Попасть В одном Фильме тоже видел Как Мужчина Тренировал Одну женщину Как совладать С собой В сложных ситуациях И вот они Ехали в машине Она была за рулем Они Заехали на мост Только Две полосы Было В одну сторону И две в другую Мост Такой Как это Скоростной Скоростная магистраль Все едут быстро И он ей говорит Остановись Она как Остановись Там уже Сзади пробка Моментально Остановись Стой И читай стихи Начинай Она говорит Да нет Это невозможно Я когда смотрел Мне волнительно У меня такое ощущение Что все эти люди Которые выстроились за ним Они же как бы Обгоняют Они все смотрят туда Он говорит Ты на них не смотри Ты дыши ровно И читай стихи Читай стихи Учись Совладать с собой Руки дрожат Все дрожит Как можно Совладать В такой ситуации Бог нам дает Такие ситуации Оставайся Оставайся С Иисусом Внутри Оставайся Потому что Бог так хочет Бог так хочет Не помню Рассказывал Еще расскажу Один случай Я не болельщик Футбол Не очень люблю Когда Проходит Какой-нибудь Чемпионат мира Приходишь в церковь И братья говорят Ну как смотрел ночью Я говорю Нет Что там смотрел Хоккей был Какой хоккей Ты что Футбол Там чуть ли не закидывает Меня библиями Я говорю Да не Как-то Не смотрю Поехал Поехали мы летом К нашим друзьям Один из них Муж и жена Семейная пара Он профессиональный футболист И он говорит Как раз играет Премьер лига Пойдемте с нами На стадион Мы как-то говорим Так мы вроде Не болельщики Он говорит Да не-не Пойдемте Пойдемте Ну ладно Пойдем посмотрим Что там Сядем Глянем Что там происходит И вот когда мы подъехали Ну вернее близко подъехать Даже не удалось Потому что там Идут люди Как будто взятие зимнего Все в одну сторону Идут Тысячи людей Уже не едут Уже пешком идут Все там кричат Оле-оле Ну вот все такое В шарфах повязаны Там с этими гуделками Пищалками Думаю Ну надо же Что это интересно Что тут Ну мы прошли У него были контрамарки Сели на какие-то Классные места Я так сел Сейчас глянем Что тут это Носится За кого Горы болеют Чуть-чуть времени Прошло Знаете Когда стадион Многотысячный И все в одном порыве И начинают Начинают делать Эту волну Начинают Начинают Как я не заметил Я попал Я попал Я попал Я попал под это Все Я кричал Скандировал Давай Давай Там наши Я себе удивлялся Порой Ты подпадаешь Под какое-то влияние Ты оглядываешься назад Думаешь Да я ли это был Я ли это был Знаете Когда подходят Какие-то мошенники И начинают говорить И происходит Какое-то Ну в общем Вымогают Какие-нибудь деньги Или что-то еще И ты приходишь Кому-то говоришь Жалуешься Они говорят Да как ты мог Я бы никогда Но когда ты подпадаешь Вот под Под этот каток Так скажем Это же не остановить Ты сам Не осознаешь Не даешь себе отчета Сколько случаев Там Цыганки подойдут Ты думаешь Да я ли это был Слава Богу Со мной не было Но я знаю Многие пострадали От каких-то таких Мошенников Но Что нам говорит Бог Не поддавайтесь Смотрите на то Что окружает Не суетитесь Еще одно Местописание Точнее Одну историю Из третьей книги Царств Двенадцатой главы Третья книга Царств Двенадцатая глава Где Пришло время После Соломона Пришел Равам Всехем И всехем Пришли все Израильтяне Чтобы воцарить его И он Солом его При жизни его Двенадцатой И Равам Двенадцатая глава Мы тоже нашлись Пришли рыбу Пообщались Двенадцатая глава Кто-то 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 Начнет Какие-то Сплетни Говорить Что-то Еще Сколько раз Я видел Слава Богу За верующих Которые говорят Так подождите Не надо Об этом Это не созидает Некоторые Некоторые просто Разворачиваются Уходят Это не созидает Прекратите Все мы Братья Бог говорит Я узнаю вас По любви Между вами Но никак Не по раздорам Никак Не по этому И еще Какой момент Если смотреть В современном Свете Сейчас Как мы Не раз уже Слышали на Некоторых Проповедях И Диана Говорила Эти сети Или Киберпространство Где Многие Общаются Заводят Друзей И друзей Там по Несколько тысяч Некоторых В лицо Не знаешь Все это Псевдо Жизнь Там нет Настоящих Друзей Никто не Протянет Руку Помощи Точно так же Это может Быть Худым Сообществом Думай Размышляй Может быть Стоит Выключить Это все Взять Библию И сон Будет Другой Время Будет Другое Одни А вот На конференции Приехали Гости Из другого Города Они первым Делом Спросили Есть у вас Вайфай В церкви Но мы Пошутили Говорим Обычно Спрашивают Есть ли у вас Бог в церкви А вам Вы современные Христиане Вам надо В первую очередь Связь с миром Ищите Бога Точно так же С таким же рвением Ищите Бога Где он Где он ловит Где он Со мною Пообщается Может быть Здесь Или там Или на этом собрании Или где-то на выезде Ищи его Ищи его Больше чем Ищи что-то От этого мира И последнее Местописание Очень Важное Которое Мы будем Завершать Евангелие От Иоанна Пятнадцатая Глава С четвертого стиха Пребудьте во мне И я в вас Как ветвь Не может приносить Плода Сама собою Если не будет На лозе Так и вы Если не будете Во мне Я есть лоза А вы ветви Кто пребывает Во мне И я в нем Тот приносит Много плода Ибо без меня Не можете Делать ничего А кто пребудет Во мне И не пребудет Во мне Извергнется вон Как ветвь И засохнет Такие ветви Собирают И бросают В огонь И они Сгорают Если Пребудете Во мне И слова Мои В вас Пребудут То чего Не пожелаете Просите И будет Вам Тем Прославится Отец Мой Если вы Принесете Много Плода Будете Моими Учениками Как Возлюбил Меня Отец И я Возлюбил Вас Пребудьте В любви Моей Если Заповеди Мои Соблюдаете Пребудьте В любви Моей Как Я Соблюл Заповеди Отца Моего И Пребываю В его Любви Сие Сказал Я Вам Да Радость Моя В вас Пребудет И радость Ваша Будет Совершенна Сия Есть Заповедь Моя Да Любите Друг Друга Как Я Возлюбил Вас И Нет Больше Той Любви Как Если Кто Положит Душу Свою За Друзей Своих Вы Друзья Мои Если Исполняете То Что Я Заповедую Вам Иисус Говорит Здесь Я Буду Вашим Другом Я Буду Вашим Окружением Я Буду Тем С кем Вы Будете Общаться Может Быть Кто Чувствовал Себя Одиноким Или Оставленным Или Где-то Разрушились Отношения Иисус Говорит Я Ваш Друг Оцените Это Вкусите Это Читайте Это Я Ваш Друг Я Не Худое Сообщество Я Тот Кто Вас Благословит Представляете Какая Это Прекрасная Новость Может Для Кого То Весть Чудесная Весть Он Не Пишет Там В Соц Сетях Давайте Я Буду Вашим Другом Так Ведь Иисус Там Не Приходит Когда Мне Приходят Какие-то Сообщества Даже Такие Околохристианские Это Зачем Зачем Это Все То есть Тебе Кажется Ты Приобщен Вроде Бы К Духовной Жизни Нет Ничего Не Приобщен Это Время Которое Ты Молился Которое Ты Молился Иногда Мне Кажется Когда Зайдешь В эти Все Сети Что Ты Просто Взял Время Вот Как Мусорный Мешок И Выкинул В Помойку А Это Наше Время Это Наша Жизнь Это Бесценное То Что Не Воссоздать По Новой Бог Говорит Цените Распоряжайтесь Временем Правильно А с Друзьями Важно Общаться Быть С ними Говорить Им Так Ведь И Мы С Вами Друзья Друзья Бога Вы Друзья Если Исполняете То Что Я Заповедую Вам Вы Уже Не Рабы Вы Уже Недалекие Мне А Вы Друзья Я Тот Кто Положил Уже За Вас Душу Свою За Вас Жизнь Свою Но Я Воскрес И Жду Вас В Наших Чудесных Отношениях Это Потрясающе Это Изумительно Так Ведь Дорогой Господь Дорогой Великий Бог Мы Ждем Тебя Мы Ищем Твоей Мудрости Твоего Лица Мы Не Хотим Чтобы Худые Сообщества Развращали Наши Нравы Великий Господь Мы Хотим Чтобы Нас Окружали Только Добрые Друзья Чтобы Мы Сами Были Для Них Добрым Другом Тот Кто Созидает Тот Кто Наставляет Утешает Помогает Благословляет Чуткими Мы Мы Хотим Быть Чуткими Для Тебя Всемогущий Господь Всемогущий Господь Я Молюсь За Тех У Кого Может Быть На Работе Сложная Ситуация Может Быть Окружают Какие-то Нечестивые Люди Может Быть Не На Работе Где-то Еще Пусть Будет Смелость Убежать Как Иосиф Чтоб Бог Увел Как Лота Оставил Нас Святости Праведности И Чистоте Всемогущий Господь Каждый День Мы Наслаждаемся Тобой Любим Тебя Славим Тебя И Величаем Тебя Хвала Тебе Во Веки Аминь День День Тебя 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 Продолжение следует...